Wargameros. Солдатики. История и моделизм. Wargameros. 13 августа 2020 года в продажу вышла новая игра Total War Saga 3. Каждый из вас может прикоснуться к увлекательному миру борьбы за власть и ресурсы в позднем бронзовом веке. Многие помнят поэмы Илиаду и Одиссею, в которых великие герои вели борьбу за богатый и сильный город Трою. Войны людей вмешивались в боги, добавляя драматизма к противостоянию. Теперь каждый из игроков может примерить на себя роль Ахилла и Гектора, Одиссея и Париса, царя Гамемнона и Приама. В игре разработчики попытались совместить мифы и реальность. Они исходили из того, что мифические образы имели реальные прототипы. Так в игре появляется герой Минотавр. Это будет сильный воин, одетый в костюм, имитирующий человека-быка. Его образ взят из мифов про героя Афин Тисея. По легенде, греки находились под властью жителей острова Крита, называемых Минойцами. Афиняне раз в девять лет должны были отправлять семь девушек и семь юношей на съедение полубыка-получеловека-минотавра, живущего во дворце Миноса в лабиринте. Это была кровавая дань победителя. Тисей вызвался поехать в качестве жертвы. В лабиринте он сразился с чудовищем, победил его и спас своих соплеменников. Если подписчикам интересно, то напишите в комментариях, и я разберу этот миф поподробнее в одном из фильмов. Таким же героем является и Циклоп, одноглазый великан. На голове у него красуется череп карликового слона, в деревности обитавшая на острове Сицилия. Разглядывая череп этих слонов, древние миккенцы думали, что это череп великана, а вымку для хобота принимали за глазницу. Разработчики игры этот четко подметили. Компании обещают быть необычными с использованием новых элементов местности, таких как грязь и высокая трава. Это позволит более тонко применять тактику боя, заманивая противника в неудобные для него местности. Также разработчики сильно изменили баланс сил между легкой и тяжелой пехотой. Одни будут меньше уставать, быстрее бегать, а другие лучше держать позиции и сражаться в ближнем бою. Система строительства поселений, как мне видится, сильно не изменилась, а вот экономика поменялась. Теперь игроки смогут сражаться не только за игровое золото, но и за ресурсы. Если эти идеи раньше присутствовали в игре, то теперь они обрели фундаментальное значение. Система торговли сильно изменилась, у игрока будет всего 5 ресурсов, нужно будет обмениваться ими. Торговля теперь заключается в бартере, и ее нужно будет постоянно контролировать, определяя, что конкретно и в какой фракции выменять. Мне кажется, довольно интересная система получилась у разработчиков игры. При этом от того, как вы настроите торговлю, будет зависеть отношение к вашей фракции соседних государств. И тут нужно еще помнить, что такой ресурс, как золото в игре, будет ограничен. То есть со временем добыча золота в шахтах иссякнет. Интересно будет посмотреть, как это повлияет на ход всей кампании. В полевых сражениях практически не будет кавалерии, за редким исключением. Все будет решать противостояние пехотных частей. Но разработчики уверяют, что им удалось сохранить баланс сил и динамику серии игр Total War. Каждый из вас сможет это проверить сам. Мне хотелось бы поговорить со зрителями об исторической достоверности. Вооружение воинов в игре Total War Saga 3. Глядя на некоторые юниты, я могу сказать, что они довольно точно передают экипировку воинов времен Троянской войны. Трагеджи выглядят как воины из игр в жанре фэнтези. На своем канале Wargame Rus я три года назад делал серию фильмов про вооружение мекенских греков. Разбирал тактику, стратегию, вооружение и организацию войск. Поднял на обсуждение много вопросов, которые в русскоязычном интернете практически не освещаются. Работают дело на базе научно-популярной военной исторической литературы и фильмов. Также я один фильм посвятил образу Елены Троянской. Посмотрев его, вы узнаете не только легенду о похищении Елены Парисом, но и то, как выглядела реальная мекенская женщина царского рода, какими делами она занималась при дворе и многое другое. Гарантирую, что многих этих вещей лично вы не знали. Один из фильмов я посвятил Троянскому коню. Разобрал легенду о коне, а также научную реконструкцию этого мифа. Освятил много интересных фактов. В фильмах я не просто пересказываю легенды, а на базе научных знаний пытаюсь воссоздать реальную историю Троянской войны. Узнав о скором выходе игры Total War Saga 3, я сделал еще два фильма по данной тематике. В них я разобрал двух главных героев Илиады, а именно Гектора и Ахилла. Опять же, я осветил мифы и легенды и привел данные современной науки, раскрывающие образы реальных героев Троянской войны. Для создания фильмов я применил такие методы подачи материала, как поиск по спутнику реальных мест битв и захоронения павших воинов. Мне кажется, это довольно интересно. То есть вы не просто смотрите карту и точку, подписанную это Троя, а заходите в Яндекс.Карты и со спутника смотрите на реальную Трою. При этом это может сделать каждый из вас. Это довольно интересно. Так что всем вам я рекомендую не только играть в Total War Saga 3, но и изучать тот исторический контекст, на базе которого создана игра. Это добавит множество ярких красок в игровых впечатлений. Когда лично ты знаешь, как выглядела Мегенская армия времен Троянской войны, представляешь тактику и стратегию ахейских завоевателей, то тебе становится интереснее смотреть на то, как эти идеи реализовали разработчики игры. Ты видишь, где они ошиблись, а когда точно попали в цель. Если ты знаешь по именам основных героев той войны и их жизненную историю, то тебе интереснее будет наблюдать за ними в игре. Так что исторические знания делают игру более захватывающей и интересной, поэтому не проходите мимо них. А для этого нужно подписаться на канал WargameRus и смотреть мои фильмы. Кстати, там видео не только о Троянской войне. Так что жду вас на моем канале. Продолжим нашу новую рубрику «Ответы на вопросы и комментарии». Зомби 2000 просят продолжить тематику пластилиновых солдат, которая есть на нашем канале. Отвечу так. Тематика будет продолжена. Тут просто накладывается такой фактор, что в следующем видео про пластилиновых солдат будет про бой греков и татар-македонян. А сейчас на канале я как раз сделаю серию военно-исторических фильмов про вооружение греков и македонцев. У зрителей этих фильмов может возникнуть непонимание того, что они увидят. То есть они ждали видео про шлемы македонцев, а получат бой непонятных для них солдатиков. По этой причине пластилиновые биты мы немножко отложили, но обязательно к ним вернемся. Думаем даже в будущем делать больше видео с подобными боями солдатиков. Подписчик Блокпост просит сделать еще больше видео по античной военной истории. В принципе мы это сейчас и делаем. Кстати, рекомендую всем посетить и подписаться на его канал Блокпост. Так как там выходит сейчас интереснейший фильм про армию Московского царства 16 века. Автор канала собирает свою коллекцию военных миниатюр. При этом не просто покупает и окрашивает солдатиков, а еще делает изменения постмоделей. На это стоит посмотреть. К сожалению, на этом канале крайне мало подписчиков и просмотров. Так что давайте поможем этому историческому каналу. Заходите, смотрите видео и подписывайтесь. Ссылку дам в описании этого фильма. Хотелось бы прочесть в ваших комментариях, есть ли из вас те, кто ждет выхода видео по Северной войне между Петром Первым и Карлом Двенадцатым. В серии этих видео мы остановились на том, что я рассказал про свою коллекцию артиллерии Петра Первого. Следующий фильм планируется про мою коллекцию русской кавалерии. Так что пишите, постараемся по возможности учитывать пожелания подписчиков. Ну а на сегодня все. До новых встреч на канале Wargame Rus. Солдатики. История. Моделизм. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus. Солдатики. История. Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео.